Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я решил сделать обзор на один из моих любимейших фидеров, которым я люблю, обожаю, пользуюсь им. И когда меня спрашивают, Максим, порекомендуйте, скажем так, оптимальный хэвик для течения, чтобы он еще и вязал рыбу, потому что, сами понимаете, быстро, ну, условно быстро, пристроили, ближе к быстрому, чтобы фидер точно бросал, не промахиваясь, скажем так, в достаточно дальнюю дистанцию, плюс еще к этому держал течение, плюс к этому вязал еще рыбу хорошо, и можно было работать там поводочками 0,1 даже, 0,10, да, миллиметров. Но таких фидеров раз-два и обчелся, их, в общем-то, по пальцам, наверное, одной руки, можно посчитать, потому что, если мы берем фидер, который будет вязать рыбку, хорошо, мы, соответственно, это будет достаточно мягкий бланк, достаточно гибкий, полупараболики, или там такой прогрессив, как пишут, но по факту это полупараболик, и он будет размазывать точность, ну и так далее. То есть, скажем так, вот в этом фидере, что я сегодня представляю, опять же, по просьбам людей, которые уже, ну, скажем так, каждый день приходят по одному-двум сообщениям с просьбой сделать обзор на самый любимый хэвик для вас. Да, вот я делаю такой обзор. То есть, это Diva & Zone Z Distance Feeder. Тест фидера 120 грамм, длина 390 сантиметров. То есть, это реки, это даже водохранилище, дальние дистанции без течения. То есть, его строй позволяет работать этим фидером, чем он мне нравится, и прекрасно вываживать крупную рыбу, леща, амортизировать даже на стоячих водоемах, несмотря на то, что это хэвик, и это достаточно быстрый строй. Строй, кстати говоря, я вот сейчас сказал быстрый, да, но когда берешь в руку, это быстрый строй, и он действительно очень здорово, бланк работает повторно на тяге, на ударе рыбы, на амортизации. То есть, этот дорогой уголь, 46 тонн здесь стоит, он позволяет именно вязать очень хорошо рыбу динамически. То есть, когда бланк, отработав первый резкий удар леща, да, порыв какой-то, да, тут же начинает отрабатывать сразу же второй. И здесь не происходит того эффекта, что происходит на фидерах либо другого строя, либо из другого угля, с более дешевенького, когда после первого качка, да, идет второй, и бланк фидера начинает выпрямляться, затухать колебания, и получается, бланк идет в одну сторону, а лещ повторно в эту же секунду дергает в другую. И бланк не успевает отработать вот этот второй рывок, который следует буквально в эту же секунду. Вот этот момент крайне важен для меня лично, да, и в этом фидере как раз это есть. Поэтому вот эта моделька, именно Dive Enzone Z 120 грамм 390, по длине, по диаметру колечка, который близок к катушкодержателю, по фурнитуре самой, здесь не супер-пупер там какая-то бешеная фурнитура, но здесь настолько все выварено, выварено, отточено, и здесь стоит именно ровно то, что нужно. Поэтому, скажем так, у кого есть денежки, сейчас все дорожает, у нас эти фидера еще остались со старых фактически закупок за не такие бешеные там суммы денег, которые сейчас могут быть. Поэтому вот за эту неделю люди, кто знает, их уже около десятка купили, всего за одну неделю, потому что на рынке ничего не привозят, с учетом, ну, всех всем известных событий, да, крайне тяжело, неизвестно, что вообще будет. Поэтому мой вам совет, если только подписчикам, да, что называется, если есть возможность, берите, вы никогда не прогадаете, то есть он никогда не подешевеет, и если их не будет, вы будете довольны, что он у вас есть, да, ну, и на воде вы 10 раз мне скажете спасибо, я вам абсолютно гарантирую. Ну, и давайте пойдем. Значит, Dive Enzone Z Distance Feeder 390-120, выполнен из угля. Здесь не написано, сколько тонн, да, но я просто понимаю, сколько. Здесь порядка 46 тонн. У Dive там свои немножко обозначения внутренние. Значит, я до вас его измерил, все транспортные длины и так далее, чтобы не отвлекаться. Давайте, наверное, скажу вам, а потом уже по фурнитуре. Значит, транспортная длина 138, диаметр комля, это вот здесь я мерил, кому нужно, 26, диаметр бланка вот здесь 15, диаметр нижнего колечка вот этого 25, вес 257 грамм, 3,5 миллиметра посадочный диаметр вершинок, длина вершинок 62 сантиметра, и длина ручки, для многих это важно, вот от нижней части катушка держателя и до, соответственно, торцевой части, торцевой пробки. 50 ровно сантиметров. Значит, комплектуется фидер тремя вершинками, он трехчастник, ну и плюс 3, соответственно, вершинки. Крупные колечки, то есть совершенно спокойно сюда пролетает любой шок-ридер. Я на него ставил плетню 0.12 и шок 0.3, потому что я им ловил на очень дальних расстояниях крупными кормушками, пытался выкармливать леща, и поэтому я понимаю, что стая лещей кушает быстро, много, часто, да, и поэтому я, скажем, там и им бросал на 70 метров, совершенно, ну, не напрягаясь, можно сказать, такую хорошую кормушечку. И, в общем-то, он справлялся абсолютно с этой задачей, и шок моносплетней, ну, не бил он вообще в эти колечки, то есть все пролетает, как будто просто нет узла. Ну, естественно, нужно вязать правильный узел. Кто не знает, смотрите на сайте Multifish, в разделе обзоры и советы. Имейте в виду, что у вершинок здесь 2-3-4 унции вершинки, и вот зелененькая, это четверка 4-унцовки, у нее совсем уж крупные колечки, прям вот такие хорошие, людям всем понравится, но и 2-3 унции диаметра этих колец тюльпана на вершинке более чем достаточно, ну, для любого узла, наверное. При этом они прекрасно держат течение и хорошо работают на поклевке, ну, хорошо показывают. И по вершинкам, дорогие друзья, значит, вот я беру в руки 2-2 унции написано, но по факту, а это не 2 унции, это 2,5-2,8, имейте это в виду. Поэтому, когда я еду ловить им на стоячий водоем, где нужна чувствительность и максимально дальний заброс, я беру, ставлю сюда вершиночку, унцию, ну, мне так нравится, от Zemox, тоже с посадкой 3,5, она прекрасно сюда подходит, и у вас прям вот получается идеальный комплект и на течение, и на стоячую воду. Катушка-держатель Fuji, как сказал. Отличный неопрен, отличная пробка, ничего здесь не намокает. Несмотря вот на такой дизайн, я как бы не очень любитель большого таких дизайнов современных, но здесь действительно, когда работаешь с этим фидером, мне нравится, приятно. То есть, как раз рука ложится при забросе левая сюда, и так плотное такое вот ощущение, именно монолитности такой конструкции, да, получается. И бросок, соответственно, доставляет больше удовольствия. По соединениям тоже вопросов никаких нет и быть не может. Всё здесь аккуратно подпилено. Я в своих видео говорил, как проверять фидер перед покупкой, чтобы гарантированно на 100% избежать косяков, браков и так далее. Поэтому вот одно из того, что нужно проверить, это вот как раз вот эта вот фасочка, которую нужно проверить и снять, если она есть. Это как раз фасочка, которая подпиливает, понимаете, да, если здесь у вас остался слой лака, то когда вы вставляете, соответственно, вот это папа подпиливает маму в этом стыке изнутри, и вы этого не видите, а потом происходит здесь поломка. Ну, здесь сейчас об этом говорить не буду, там я ещё о разных вещах такого плана говорю, поэтому найдите на YouTube-канале моё это видео и посмотрите, пожалуйста, кому это интересно. Итак, друзья, решил потрясти, чтобы посмотрели под нагрузочки. Константин Михайлович нам покажет. Вот такой фидерочек. Кольца, смотрите. Крупное кольцо, отличная карта колец, противозахлёстные такие колечки. Нагружаем. Ну, вот смотрите, я вот вам руки показываю. Вот в таком виде, я вот с двумя руками упираюсь со всей силы. Вот такой строй. Теперь я сейчас Константин Николаевич да отпустил, и я для вас его попробую как-то в кадре потрясти. То есть вот тяжело это делать, конечно, когда одним глазом в камеру, второе, чтобы не вышла картинка. Ну, вот силовые такие бросочки я делаю. Ну, думаю, имеете представление теперь. Пару слов о чехольчике. Ну, вот такой чехол из синтетического материала. Приятный. Он не могу сказать, что толстенький, но он плотный. Плотный, приятный. С вот такой вот молнией до середины сбоку. Плюс ещё внутри у него карман. И вот вершин, каждая вершиночка вот в таком индивидуальном пакете из плотного полиэтилена. В общем, действительно приятная палочка, приятный чехольчик. Лишних денег сюда не выкинуто, а действительно вложено в саму модель. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал. Пожалуйста, ставьте, если вам понравилось видео, пальчик вверх, кнопочку подписаться. Для вас это ничего не стоит, для меня это крайне важно. Соц. сеть ВКонтакте, магазина страничка и Телеграм-канал. Всего вам доброго и до новых встреч.